Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самарагиз, а называется «На хочу домой». Название не случайное, ведь животные, собаки и кошки всегда хотят иметь свой дом. Ведь с давних времен собаки и кошки являются теми существами из дикой природы, которые по жизни идут рядом с человеком. И даже большинство диких животных тоже имеют свой лесной дом. Итак, эта программа «Хочу домой» на телеканале Самарагиз. Сегодня вы увидите, как всегда, традиционные видеовизитки. Посмотрите, может быть какая-нибудь собака понравится вам, и вы ее осчастливите и заберете домой. После каждой видеовизитки мы диктуем телефоны, которые еще и появляются титрами. Далее сюжет о маленьком Метисе, как он попал домой и почему нужно заниматься с любой собакой. И сегодня, как всегда, гости в студии Аркадий Габрилов и Елена Кузнецова – зооволонтеры. Хотя, я не знаю, там некоторые любят это название, некоторые не любят. Сейчас мы об этом, кстати, и спросим их. И мы беседуем сегодня о том, как решить вопрос с бродячими собаками. Стоит ли определять собак с улицы приюта и вообще нужно ли это? Ну, а сначала давайте, наверное, мы по небольшому моему опроснику пробежимся. Сколько лет вы занимаетесь зооволонтерством? Давно, очень давно. Ну, 10 лет – это точно. А что вас сподвигло? Сподвигло. Совершенно случайно зашла в интернет, наткнулась на сайт, даже сказала, пост дворяне. Это саратовский приют такой частный. И потом захотела к ним съездить в гости. Поехала к ним в гости и стала частым гостем. А вы сейчас за эти 10 лет не жалеете, что занимаетесь вот этой деятельностью? Не знаю. Я не том, что не жалею. Просто, мне кажется, у меня мало возможностей. Больше нужно возможностей. Больше помогать надо. А зооволонтер – это человек, который что, берет собаку, приносит ее к себе домой? Или это что-то иное, большее? Я бы сказала, это, наверное, просто образ жизни такой. Не просто берет собаку. Нашел, он мимо пройти не может. Он не смотрит, не просит никого помощи. Он хватает, тащит домой, а потом думает, что с этим делать. Когда дома уже их несколько. Сколько в настоящее время у вас сейчас собак? 15 собак, 4 кошки. 15 собак. Вам кого-то удается вообще определять и попристраивать? Да, сейчас этот пристрой идет. Ну, бывает хорошо, бывает плохо. Но, тем не менее, их идет пристрой. То есть у вас получается так, что вы одну собаку отдали, следующую взяли? Да, 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 да. Аркадий, у нас не так часто в нашей студии были зооволонтеры-мужчины. Можно сказать, даже первый раз. Скажите, вы-то как занялись этой деятельностью и для чего вам это нужно? Ну, я как-то один раз покормил щенков. И все, и стал о них заботиться, помогать собакам. Вы собаковод или нет? Ну, у меня дома с улицы три собаки. А раньше вообще имели собак или просто как бы такое неожиданное такое явление? Ну, раньше были как бы у родителей там, а так, что дома у меня нет. Почему? Почему вы берете собак домой и что вам это дает? Ну, просто когда нужна помощь собаке, я же не просто там шел, взял ее, она там сидела. Просто, ну, спас и пришлось забрать домой. Потом, когда она у тебя уже там выросла, ну, уже нельзя с ней расстаться. То есть это уже как член семьи? Да, это как дети. А кто помогает содержать вам собак? Ну, мне хорошо помогают очень мои знакомые, это родственники мои, не все уже практически с моими собаками друзья. И волонтеры помогают, соратники. А насколько сейчас обстоят дела вот с этой обстановкой, с количеством собак в вашем районе проживания? Вот в нашем районе, Куйбышевском районе, минут на Крежу, сейчас очень мало собак, которые есть собаки, они ходят с клипсами, я их практически всех знаю, я их кормлю, которые живут на улице. Я их не тащу себе в дом, я их просто на улице подкармливаю. Вот дальше там вот это на стошке, вот там беда с собаками. А где больше собак, в каких-то промышленных районах или в жилых районах? Да, именно в промышленных. Ну, в жилых районах собаке очень сложно выжить, там могут машину сбить, отравить, что-то еще, поэтому там хоть есть у них укрытие. А вот вы когда увидите собаку с клипсой, вот какое желание вообще возникает там, не знаю, некоторые почему-то опять же эту собаку тащат, опять приют почему-то пытаются определить. Да и нет, я когда вижу с клипсой собак, просто так вот погладить ее и покормить, все, больше никаких желаний нету. Я знаю, она полностью обработана, привита и стерилизована. Люди говорят там, зооагрессия, это что-то какое-то оброжденное или приобретенное? Да, конечно, приобретенное. Собака, она от чего лает, кусается? От страха. Она же боится, поэтому защищается. Мы тоже, когда боимся, мы кричим. Но это на уровне генетики или вот именно как бы? Это, мне кажется, все приобретенно, приобретенно, они по жизни, да, по жизни уже учатся тоже, они тоже умеют учиться. А как же вот там люди одни идут там, я не знаю, боксом заниматься, другие идут там в балет или там прыгать с парашютом? Ну и собаки тоже, кто-то вот видите, как получает, тот очень добрый, наивный, они больше страдают. А потом, конечно, они тоже уже будут злые, злее. Мы же обижаем их, мы их заставляем агрессировать. Да, и улицы их учат, как себя вести. Те собаки, которые сейчас находятся у вас, вы как-то с ними занимаетесь? И вообще нужно ли вот заниматься с такими собаками? Да, конечно, нужно. Они, во-первых, все умненькие, им побольше внимания, они все понимают. Ну, разные характеры, разная подвижность у них. Кто-то очень легко обучаем, кто-то совсем не хочет учиться, ни в какую, я вот так хочу и все. Ну, как дети в школе, кто-то хорошо в успеваемости, хорошее, у кого-то очень плохая. Они просто не хочут учиться. Вот в прошлом году в вашем районе было несколько случаев, находили мертвых собак. И было довольно-таки такое, ну, резонансное такое дело было. Что-то как-то продвинулось оно, с какой-то точки? Кого-то нашли или не нашли? Нет, конечно, никого. Тогда, помните, прошлая программа, я эту тему подымала. Я привозила тогда фотографии. Одна собака была, ну, как, моей, я ее кормила, собака. Вторая тоже с улицы. Не нашли. Даже вот если кого-то находят, вот был случай 30 октября в прошлом году. Были ракитовские дачи. Приехали люди, расстреляли собак. Людей нашли. Никто наказание не понес. То есть так ли не понесли наказание? Нет. А как вы считаете, вот собака на свободном, на самовыгуле? Что это такое самовыгул? Ну, собака живет своей жизнью. Мы же не идем в лес, не убиваем там зайцев, кроликов, да, там кто-то. А собака живет. И почему, допустим, собака вот лает, да, она живет во дворе, она лает. Да нам надо радоваться, что, допустим, разбудила меня собака ночь, я выгляну в окно, на свою машину посмотрела. Она охраняет свою территорию. Это же не просто так. Ну, уберем собак с улицы, мы будем машину воровать. Ну, хорошо, а есть другой момент. Скажем так, вот еще до пандемии мне приходилось, так сказать, ездить по Европе, и я во многих странах лая собак ночью в деревнях вообще не слышал. У них там штраф за это по 300, по-моему, евро за лай, за систематический лай собаки. И они, по-моему, их убирают, этих собак. Значит, там их просто нет собак, поэтому они не лают. Ну, люди же тоже, они же не могут молчать, они же тоже говорят как-то что-то, какие-то эмоции, так же и собаки. Это же такие же существа, только они и не могут говорить. Вы считаете, что собака должна постоянно лаять, это за себя говорит? Нет, я вам, извините, перевернула, я хочу вам одно по своим собакам сказать. Самый главный режим. Вот режим у собаки есть, и она будет спать. Если ее не побеспокоит, не начнут там сигнал, там, допустим, вот салюты, парады, да, они этого боятся. А так-то они у меня же не лают ночью. Ну да, мелочь там иногда разыграется между собой, растявкается, а так они все отдыхают. Но если кто-то будет мне в ворота стучать, там, кричать, они, конечно, будут заступаться за меня и защищать свою территорию. А так-то они не лают. Большое спасибо. Предлагаю на несколько минут прервать нашу беседу и посмотреть видео-визитки. Это информация про собак и кошек, которым ищут свой дом и своего ответственного владельца. Если вы заинтересовались информацией, после каждой визитки есть номера телефонов. Мы подбираем собак и кошек, которые безопасны по своему характеру для новой семьи. Итак, смотрим. Этого пса нашли на улице Ставропольской и Нововокзальной с травмированной лапой, голодного и истощенного. Нашлись добрые люди, которые откормили, подлечили и сумели пристроить щенка в один из приютов города. Сейчас и щенку по кличке Бим ищут своего хорошего владельца. Он очень послушный, очень добрый, игривый. Он в семье очень будет адекватным, послушным и умненький. Хорошо, если будут детишки в семье, он будет с ними играть. Обратите внимание на данного щенка. Бима можно содержать в квартирных условиях. Заберите собаку из приюта. Обращаться 8 927 686 07 90. Этого щенка нашли на одной из троек. Откормили, подлечили. И сейчас эта собака готова уйти от волонтера к новому хорошему владельцу. Тусе около года. На протяжении последних шести месяцев за волонтер Елена Четверова посещает все выставки беспородных собак, чтобы пристроить Тусю в хорошие руки. И, в общем-то, ее все видят. Она достаточно такая медийная в своих кругах личность, потому что за ней наблюдают в группе. И очень такая она, ну, особенная, интересная по характеру. Вот. Очень общительная. Собака с привисками со всеми стерилизованная. Она обработана от корозитов. Но собачка это... Она для дома и для квартиры, никак не для улицы. Заберите Тусю домой. Если вам понравилась Туся, обращайтесь по телефону. 8-927-733-60-91 Этого замечательного пса нашли в селе Тимофеевка год назад в тяжелом состоянии переплазмоза после укуса клеща. Волонтеры вовремя его обнаружили, сумели вылечить и определить на временное содержание. Сейчас ему ищут хорошего, ответственного владельца. Обратите на него внимание и заберите домой. Это у нас замечательный пес Рич. Ему два годика. Мы очень любим детей, очень любим других собак, кошек абсолютно всех. Собака-компаньон. Мы мечтаем найти семью, желательно с детьми, чтобы было с кем играть. Дома мы ведем себя абсолютно спокойно, то есть ничего не портим, не лаем. Ну, абсолютно спокойно. На прогулке мы максимально активны. Свяжитесь с волонтерами, приезжайте и посмотрите на этого пса вживую. Он вам обязательно понравится. Телефон для связи 8 937 077 79 71. Этого щенка Александр увидел на улице, когда выгуливал своих собак. Он бежал то за одним, то за другим человеком, в надежде, что его кто-нибудь заберет. Наблюдая эту картину, Александр сжалился и забрал щенка на время домой, в надежде найти ему все-таки хорошего хозяина. Обратите внимание на щенка по кличке Бугай. Его отдают в хорошие руки. Щенок домашнего содержания. Очень активный, смелый, с характером, я бы сказал. Так что и хозяин нужен ему опытный, не новичок, я бы так сказал. Но как компаньон будет очень хороший пёс. Обратите внимание на пса по кличке Бугай. Он домашнего содержания, ходит в туалет на улице. С ним нужно всего лишь немного позаниматься. Обращаться 8 917 103 50 80. Следующий вопрос. Вот с какими организациями и волонтерами за год удалось познакомиться или наладить взаимодействие? Ну я практически по приютам не езжу. Я общаюсь по телефону, с флагманом, там Татьяна общаюсь с ней, вот в основном это администратор. Когда им что-то помочь нужно, допустим, чтобы от меня забрали. Ну а так ЛИС, общественная организация ЛИС, там тоже общаюсь с администраторами. Ну и в чатах с девчонками, с волонтерами. Вот у вас эта активность как-то она идёт? Сезонная активность или несезонная? Или это постоянно? Постоянно. Постоянно, да? Это постоянно, да. Так нельзя это. Взял и выключился, да? А какую последнюю собаку вам пришлось спасать или находить? Из последних что-то? Ой, да, тут вы знаете, тут это практически каждый раз происходит, поэтому тут даже нельзя так конкретно сказать, какую-то выделить собаку. Вот просто не так давно, буквально там неделю назад, вот Анжелика мне сбрасывает волонтёр, который, я не знаю, от бога она вот там не будет есть, не будет пить. Ей самое главное вот лечить собак, спасать собак. Вот она на базе, нашли они собаку, которой одна лапа, трёх лап практически нет, и она ещё там живёт, она не пьёт, её не кормят, и она там передвигается. Они её взяли, отвезли в ветклинику, там ей сделали операции, почистили всё, и как бы собака будет дальше жить. А вот если всё-таки волонтёрам брать собак, значит, отвезти, допустим, отвозить их в ветеринарки, делать какую-то льготную стерилизацию, которая есть по программе ВСВВ, и потом передержку и отпускать на улицу. А вы представляете, сколько надо времени? Собак очень большое количество, волонтёров не так много, и не особо никто не хочет, как бы, этим заниматься, хотят просто переложить на кого-то, на другого, как бы, ну, представляете, сколько времени надо поймать собаку, да, там отвезти опять наш чём? Нет, ну, допустим, там щенок, хромой щенок, или хромая какая-то собака, или голодная собака, она вот уже прям умирает, её берут, но потом, почему-то я смотрю, да, когда был на выставке, лучший друг, это тогда выставка, и там получается так, что люди берут собаку себе и оставляют её у себя, ну, а дальше потом они же пытаются её пристроить, А если её взять, вылечить, стерилизовать и потом отпустить также в среду обитания, ту же самую клипсу владеть? Вы понимаете, вы вот, когда поймали собаку, вы с ней столько времени занимаетесь, она вам настолько близка, и вы потом её просто как бы выпускаете, и с ней всё, что угодно. У собаки, на самом деле, на улице жизнь очень короткая, очень короткая, это единица собак, которым там 5 лет, 7 лет, это, представляете, это надо, какие этапы пройти, да, здесь отравят, там машина, Тут ещё что-то, ну, очень много, вот, представляете, там, холод, ещё что-то, там, ну, очень много факторов, это в таких условиях выжить очень сложно, поэтому у собаки жизнь на улице, как бы это ни звучало, очень короткая. Можно я добавлю ещё? Да, да, да. Вот, допустим, собака, которая у меня пожила, она уже не уйдёт сама от меня, куда я её? Увезу в другой район, выброшу, я не смогу этого сделать, а просто так её выпустить, она уже не сможет жить на улице, она привыкла, что её кормят, за ней ухаживают, ласкают её, они же привыкают к нам, они же, вот, допустим, я их люблю, их там, у меня 15, да, а они же меня гораздо больше любят, чем я их, я не успеваю всех любить так, как они меня каждый любят. Для собаки хозяин – это вся его жизнь. А вот совсем недавно была такая, создана была организация «Зоопоиск», да, вы как-то контактируетесь с ними, и вообще часто ли там ищут собак именно домашних? Нет, они ищут, конечно, занимаются, я – нет, я просто посты их и размещала, дальше продвигала, но сама с ними не общалась, я сама нахожу каждый день кого-нибудь. Понятно. Скажите, пожалуйста, значит, стартовал сезон клещей, в этом году я смотрю их очень много, какими средствами вы спасаетесь, и вообще, есть ли какой-то народный средств, там, намазал, не знаю, там, мыльцем чёрным такой, да, дегтярное оно, ну, это не реклама, вот, и всё, и собака, всё нормально. Или там повязал шерстяную ниточку, как от каракуртов и тарантулов. Ну, у меня проще, Виталий, я обрабатываю территории обязательно. Первый месяц, когда вот сильно вот обилие клещей, я импортными препаратами пользуюсь, всё-таки как-то проверенными, а потом уже отечественными, и ещё постоянно слежу за территорией. Раз вместе я обязательно вызываю, ну, и бывает, там сама ещё маленько обрабатываю. Ну, вот сейчас самые такие популярные препараты, которые там давались на три месяца, они импортного производства, они у нас как бы пропали, либо они стоят очень таких больших баснословных денег. Очень дорого, очень дорого. Мне вот для того, чтобы собак всех обработать весной, я снова в годы начинаю копить деньги, чтобы обработать их один раз, а потом уже попроще. Ну, не знаю, наши отечественные тоже неплохие препараты есть, они доступны, и, кстати, я им пользуюсь. Но я опять повторюсь, у меня территория обработана. — Ещё один вопрос перед сюжетом. Многие люди берут, пытаются взять себе щенка, именно вот я хочу взять щенка, потому что он будет преданнее. На самом деле, так ли это или нет? Потому что я знаю, насколько много очень случаев, когда берут собаку в 2 и в 3 года, и она намного преданнее, чем тот же самый щенок. — Мне кажется, никакой. — Что это опасаться? — Нет, это прям какой-то предрассудок, я не знаю. Собаку взрослую, если ты приручишь, вот дикушку особенно, да она потом преданнее, я не знаю. Ну, людей таких преданных нет, я вам честно говорю, к собаке. — То есть это что, как бы, народная, выдумка народная или что-то как-то? Или просто малоопытность и наблюдение? — Нет, просто мелкого щенка могу, его легче к себе приручить. А взрослым нужно, чтобы она доверилась тебе. А щенок, он пойдёт к тебе сразу. А взрослый будет смотреть на тебя, приглядываться. Когда она в доверии проснётся в ней к тебе, не знаю. Сможешь завоевать это доверие ещё, вот в чём дело. — А все ли сами, которые, допустим, берут с улицы, все ли они могут привыкнуть к хозяину действительно к дому? — Да все, даже дикая самая собака, она просто, вот она чувствует эту любовь, ласку. Конечно, если, ну, её там не обижать, ничего, она вообще, это самый лучший друг будет. Время смотреть наш сюжет о маленькой собачке, которая попала хорошему владельцу и, самое главное, прошла обучение и стала очень умной собакой. Собака породы дворняжка или метис. Итак, смотрим. Это Марта. Можно сказать, ей крупно повезло с новым хозяином. Год назад гуляла по дачному массиву, увидела ребёнка Дениса так и увязалась за всей семьёй. Сначала Денис искал прежнего владельца, ведь собака была чистой и ухоженной. Потом поняли, что его уже не найти и решили взять собаку домой, чтобы той терьеру уже преклонного возраста было веселей. За несколько дней Марта освоилась и по ней было видно, что она уже не волновалась за свою судьбу. Зато 8-летний той терьер Гавсик ещё некоторое время спал, ел и передвигался по квартире с волнением. Вторая собака по кличке Гавсик. Немножко сначала не понимала, что случилось, почему ещё одна собака. Но в процессе нормально, спокойно, уживаются собаки, никаких проблем нет. А как они между собой вообще поладили? Ну, так скажем, Гавсик – домашняя собака. Он до этого не так часто контактировал с животными. Соответственно, он как бы… Не скажу, что… Не знаю, какая дружба и любовь, но, по крайней мере, не ругается и хорошо. За год особой любви со стороны той терьера Гавсика к Марте так и не появилась. Но, по крайней мере, стали вместе спать, кушать рядом друг с другом и передвигаться по квартире без напряжения. Марта поняла, что она уже обрела свою семью, что она домашняя собака? Ну, это надо спросить у Марты. Ты поняла? Я думаю, что поняла, конечно. Хоть Марты и спокойная, но нет-нет, да и проскакивало хулиганство и непослушание. А в период начала переходного возраста, примерно 7-8 месяцев, праздник непослушания стал усиливаться. Нужно воспитывать и дрессировать собак? Обязательно, обязательно. Это, в первую очередь, удобство для самих владельцев собак, потому что, все-таки, у нас масса велотранспорта сейчас, там, других собак, тех же бродячих непристроенных собак, маленьких детей, в принципе, людей, которые по-разному относятся к собакам. Кто-то боится просто на подсознательном уровне, беспричинно, и маленькую, и большую. Соответственно, это просто удобство быта, вот, иметь дрессированную собаку. Пришли на одну из площадок города, начали заниматься. Сразу, конечно, не получалось, но терпение и труд дали свои результаты. Все тренировки от занятия к занятию строились на основе от простого элемента к сложному. Так и воспитали, а в конце даже сдали испытания по ОКД, общему курсу трассировки, приближенных к нормативам РКФ Российской Кинологической Федерации. Какая команда для любой собаки, для метиса, для породистой собаки, какая команда самая важная? Ну, или там, две или три самых важных команды? Ну, наверное, рядом, ко мне. Ну, какой чаще всего? Сидеть, место. Еще одна команда, которой пользуется Денис, это стоять. Подает ее перед дорогой, когда моет лапы или в лифте, и когда Марта совсем разыграется. Так и получилось, что послушание Марты выходит уже на более высокий уровень. Уровень настоящей служебной овчарки. Впору хоть уже и службу нести. Кстати, вы советуете обучать собак? Самый главный вопрос, знаете почему? Потому что когда люди приходят в приют, берут собаку, им собака понравилась по красоте, но когда они сталкиваются с темпераментом, все, буквально через несколько недель или месяц собаку отдают назад. Ну, это обязательно. Вот что, или многие люди просто берут и не понимают, что, в общем-то, с любой собакой надо заниматься. Элементарные команды, рядом, на поводке ходить, на коротком поводке, на длинном поводке. Ну, там, у меня вот практически почти все умеют принести игрушку, знают там команды, кто-то там прячет наоборот. Слушаться, чтобы должны понимать, дисциплина обязательно нужна, а вот как вот у вас? Да, обязательно. Таких, хотя бы, ну, таких навыков это вот прямо. А как часто вы своих-то собак выводите на улицу? Или не выводите? Ну, у вас понятно там, частные, у вас как? Ну, с утра, как обычно, и вечером, два раза в день. А вы их сразу всех поняли? Нет, по очереди. Ну, это же тоже надо время. Конечно. Ну, и как? Справляетесь? Ну, стараюсь. А куда? Других вариантов нет. Уже это без вариантов. Во многих соцсетях, иногда, когда вот читаю я или смотрю, или мониторю, там есть, ну, очень много таких каких-то злых вот этих волонтеров, или как они, не волонтеры, или посетителей этих всяких разных вот этих сайтов, чатов и так далее. И все почему-то ратуют и обвиняют людей, вот, они выкидывают собак. И такое ощущение, что у нас везде в округе только одни злые, злые, злые люди, которые только взяли собаку и выкинули. Хотя я смотрю, в общем-то, очень много непорядочных людей. Ну, вот, как тут, стоит ли комментировать вообще вот эту ситуацию в плане того, что зачем обвинять людей? Или это модно сейчас? Люди все разные, понимаете, кто-то домой может принести, а кто-то действительно может как бы высадить. Ну, ведь же, поэтому там обстоятельства разные у людей, там, нет денег дальше содержать. Там, родились дети, да, тоже там какие-то обстоятельства. Там, кого-то там, может, ну, поэтому на улице остается только собак. То есть, это что получается у нас, такая небольшая ответственность, да, перед законом? Хотя, в общем-то, закон есть и о жестоком обращении животных. А он работает, этот закон? Ну, будем смотреть, будем проглашать сюда представителей. Ну, я думаю, нужно все-таки какие-то штрафы, ужесточения, чтобы человек отвечал. Ну, у нас не так много таких плохих людей. У нас очень много добрых людей. Просто есть такие диванные комментаторы, которые любят раздувать еще шумиху. Потому что я вот сколько пристраивала собак, я ни разу ни одну не забрала. Были случаи, когда я привозила, посмотрела и не оставляла, уезжала обратно с ней. Да, такое было. А вот кому я пристроила, допустим, собаку. Да, я фотоотчет, видеоотчет смотрю, и она хорошо там живет. А как вы определяете, по каким характериям определяете людей, которым стоит отдавать собаку или не стоит? Это должны быть, как бы, однозначно уже взрослые люди, которые уже должны понимать, что им надо, что нет. Вот, в основном там молодежь бывает, там берут, там, ну, там, девушке пообещала, да, там, собачку, там, игрушку. Вот она поигралась, потом куда эту игрушку, там, в приют куда-то отдать, там, как бы, тоже это просто так не возьмут. И поэтому собака остается на улице. Есть собаки, которые бегают, и они бегают, допустим, рядом с рынками, рядом с какими-то домами, где их подкармливают хорошо, и они ухожены. А стоит ли такую собаку забирать и отводить в приют? Может, вот, знаете, я не знаю, мне кажется, лучше, пускай, полуголодная свобода, чем сытая неволя. Нет, лучше пусть будет сытая свобода, чем голодная неволя. Вот это, скажем так. Потому что на улице, в любом случае, собака всегда найдет, что поесть, покормят, там, как-то, ну, потому что в заперти, она больше вероятность, что будет голодная. В приюте она будет больше голодной, чем на улице. Я так думаю, это моя точка зрения. Ну, вот, к сожалению, у меня еще один вопрос был, но, к сожалению, вот время нашей программы завершилось, я думаю, мы еще с вами встретимся, я обязательно вам задам его. Итак, время нашей программы подходит к финалу. Еще про визитки. Если вам понравилась та или иная собака, наберите номера после визитки, или, если вы не успели записать номер, звоните на мой номер 8-927-686-0790, и я вам помогу найти понравившуюся собаку. Также, если у вас есть истории о собаках и кошках, которых взяли из приюта или нашли на улице и затем пристроили их к хорошим владельцам, звоните также на мой номер или пишите мне на один из доступных мессенджеров. До свидания. Всего вам доброго и мирного неба над головой.